Дорогие друзья, мы добрались до Крыма, 9.20 утра. Мы сейчас находимся в Феодосии, и вся наша экскурсионная группа двигается на машинке электрические. Кто не захочет, тот пойдет просто гулять по набережной, у него будет возможность гулять по центру Феодосии, сходить самостоятельно на какие-то экскурсии, посетить разнообразные музеи, их тут благо много. Ну, а мы отправимся сейчас с вами в полстаре Феодосии на экскурсию на электрокар. А потом зайдем на набережную, ну, сколько у нас с народу, у нас 64, по-моему, человека, а у нас 65, 61. Мы выходим на центральную площадь, вот он, Феодосия, фонтан влюбленных. С той стороны, по левой стороне, там по домашнему есть столовая, я от нее же ел, вкусно могу вам посоветовать. Здесь есть лавочки для влюбленных, или лавочки примирения, я называю, потому что фонтан целыми работал. Дом музея Возовского с левой стороны, но он сейчас на ресторации. Я хорошо успел перед реставрацией посетить его, так что смотрите, на канале видео есть. Мы выходим на главную прогулочную улицу Феодосии. Здесь нас ждут электрокары, на которых мы с вами отправимся на прогулочку. Сколько небольшие машинки, здесь мы загрузились, там еще один человечек, и мы отправляемся в путь. У нас небольшая рокировка, Пашу посадили назад вашей ручкой. Отлично все. Все готовы? Отправляемся. Будут какие-то вопросы, вы задавайте. Мы с вами экскурсию начнем отсюда, от картины галереи Возовского. И сначала вам расскажу про самого Возовского. Родился он здесь в Феодосии, это был 1817 год, родился он в армянском квартале города. Сам же Возовский по национальности был армянин, настоящее имя его было Паванецкий Воркович Айвазян. А Иван Константинович Айвазовский, это был всего лишь его псевдоним, который он взял в период своей дворческой карьеры, которая началась на месте этой картины галереи. И это изначально был его загородный дом, который назывался Вилла Маэстро, где он в 1845 году представил свою первую экспозицию, 49 работ и стал очень популярным художником. И в этой картины галереи на момент, когда она действует, хранится его самое большое собрание картин, это 417 полотен в одном месте сразу. И очень много картин разбросано в частных коллекциях по всему миру, так как Айвазовский не торговал, соответственно, этим себе на жизнь не зарабатывал. За всю жизнь он написал более 8000 полотеней. И в 1900 году Айвазовский после смерти по картинам галерея завещает городу, и с 1923 она уже официально действует как государственном музее. А справа от вас находится здание музея древностей. Айвазовский в 1873 выделяет деньги на то, чтобы здание для этого музея построили на горе Митридат, куда мы с вами заедем. Это будет наша с вами первая остановка. Но так как там находится смотровая площадка, даже по сей день, в период Великой Отечественной войны это была очень выгодная позиция в плане военной стратегии. Чем воспользовались фашисты, когда оккупировали Феодосию? Они там сделали свой зенит на артиллерийский расчет, откуда вели обстрел по городу. И наши солдаты, когда их вытесняли отсюда из Феодосии, нанесли туда массовые вилдары. Все экспонаты, уцелевшие после взрыва, уже принесли в это здание. Сам же Айвазовский, он всегда пытался Феодосию как бы выдвинуть на самый верхний уровень среди других городов Крыма. Сюда в Феодосию он проложил первую ветку железной дороги, которую соединяла Феодосию и Джонкой. И это, чтобы вы понимали, только 125 километров было железной дороги за его деньги. Также здесь он расширял постепенно границы торгового порта. И это давало торгово-экономический толчок в развитии этого города. Также здесь строил новые образовательные школы, новые библиотеки, художественные школы. Ну и просто город постепенно при нем расцветал. А справа сейчас вы видите сквер Пушкина. Пушкин здесь был проездом с Кавказа на Бурзу. Тогда он путешествовал с семьей Раевских и всего пару дней он здесь задержался у нашего городоначальника Броневского. Немножко дальше, с этой же стороны, находится трехэтажное здание. Это музыкальная школа. Но гораздо интереснее место, на котором она построена. Потому что на месте ее в начале 20 века ничего не было. Просто грунтовка. И здесь некоторое время разбивался шатер очень известный цирк Шапито. В котором в свое время начал свою карьеру очень известный борец Иван Максимович Поддубный. Он же сюда приехал из Ейска в Феодосию на заработке. Работал в торговом порту Феодосии игрушиком. И в один из вечеров после своего рабочего дня он как раз пришел в этот цирк, который здесь находился. Первый раз здесь вызвался побороться. Справа от вас находится кинотеатр Крым. Изначально при Советском Союзе здание строилось как женская гимназия, в котором учились сестры Цветаевы. И очень известный скульптор Вера Мухина. Их тоже музей есть у нас в городе. Ну а сейчас мы увидим фонтан Айвазуцкого, который он подарил городу в 1888 году. За два года до этого здесь начали массово иссякать фонтаны с петевой водой, в связи с чем Айвазуцкий приобретает специально для города Субарский источник, который находился в Старом Крыму в поселке Шах-Мамай. А это в 30 километрах отсюда, в Старом Крыму. При этом он выделяет деньги на 30 километров трубы и строит этот фонтан, который справа от вас находится. И действующий он по сей день. Слева же можете увидеть памятник Назукин. Это был руководитель большевистского движения здесь в Феодосии. В основном занимался защитой музеев, храмов, школ здесь в Феодосии. Но когда было обнаружено подполье Белой Гвардии, за это я был расстрелян. Справа в конце леи можете увидеть статус золотой девушки. Она символизирует вторую жену Айвазовского анонимтично. И изображена там с кувшином, потому что после его смерти она занималась ремонтом трубопровода, который он сюда прокладывал. И при своей жизни еще два новых фонтана с питьевой водой у нас и построила. А вот слева памятник как раз-таки по-дубному, позади него порт, в котором он и работал. Немножко дальше на возвышенной аллее с вами увидим памятник пионеру-герою Вите Коробкову. Было ему всего 12 лет, когда началась Великая Отечественная война. И несмотря на свои годы, он активно участвовал с отцом в разведке. При этом обладал очень фотографической памятью, о чем выделялся на заданиях. И делал он тайные вылазки, при которых запоминал, куда фашисты свозили новую технику, где они делали склады с боеприпасами. После чего он все это рассказывал своему отцу. Отец его состоял в подпольное партизанское общение. По городу были массовые диверсии. Но в результате того, что у них вообще не был предатель, который полностью всех рассекретил, они были схвачены в плен, уведены на допросы, после которых с отцом они были расстреляны. Учился же Витя Коробков здесь, в фиодосийской школе. В одном из корпусов этой школы ему находится как небольшой памятный музей, где сохранились его личные вещи по нашей дне. И также в честь Витя Коробкова назвали улицу, на которой находится школа, в которой он учился. Слева находится от нас эта аллея славы. Вы в скором времени на ней увидите бюсту морякам-подводникам. Все они были выполнены по фотографиям, которые находятся в архиве Музея Древности. Здесь есть, как и участники, вот самые первые. Это Гражданская война. Правее, вот застылы уже, это Великое Отечественное. И сама же Феодосия, она из себя представляет очень старый город, который изначально основали греки еще в VI веке до нашей эры. И вот в этом году Феодосии исполнится 2551 год. На протяжении долгих лет здесь в Феодосии проживало два основных народа, это были греки и армяне. При этом два были очень сильные торговые народы, на фоне чего у них были как конкуренция, так и некоторые свои разногласия. Исторически складывается так, что они просто делят город пополам. И было, соответственно, два основных квартала, греческий и армянский. Мы сейчас с вами выехали на улицу, которая была нейтральной полосой границы разделения этих двух кварталов. Здесь же справа был греческий, слева был армянский. И вот в память об этом разделении по наши дни решили сохранить два названия улиц, как бы с указанием на то, где какой квартал находился. Вот справа от вас, на углу дома, это вот пример. Это слева бывшие корпуса школы водолазов, которая действовала до распада Советского Союза. Но, к сожалению, сейчас у нас уже в городе такой школы нет. Справа сейчас вы видите единственное, что осталось в архитектурном плане от греков до нашего времени. А так в основном вся история не хранится в музее древности. А слева останки стены разделения, которые армяне возводили вдоль своего квартала. И здесь же вот есть останки их фонтана питьевого. В конце улицы, с левой стороны, увидите церковь святых архангелов Михаила и Гавриила. Была она построена в 1408 году. Это была армянская православная церковь. А в период Великой Отечественной войны она была полностью разграблена фашистами, если кор находится в недействующем состоянии. Мы поднимаемся на холме Тридаде. Раньше находился в музее древности. Как я говорил, в период войны это была очень выгодная стратегическая позиция, чем воспользовались фашисты, когда захватили Феодосию. Они сделали, как я говорю, свой зенитно-артиллерийский расчет, откуда вели обстрел по городу. После чего наши солдаты их оттуда вытесняли и нанесли массовые удары. И вот два двухэтажных здания, сейчас проезжаем, они еще до военной постройки, в них устроили засаду феодосийские партизаны. Когда сюда поднимался конвой фашистов, который доставлял туда боеприпасы, здесь была перестрелка. Справа от вас на фасаде здания это все сведет пульс того времени. И вот справа от вас, где находятся люди, там был этот музей древности. Был он выполнен в греческом античном стиле, лицевой стороной был повернут в сторону моря. Сам же Айвазовский не просто так выбрал это место для того, чтобы построить здесь музей, так как здесь неподалеку находился дом его родителей. Находился одно местный дом от серой крыши. На этот же холм он часто приходил в детстве любоваться панорамой старого города, которая сейчас слива от вас. Высота на самом холме составляет 55 метров над уровнем моря. Одна из самых смотровых точек. И у нас там будет с вами сейчас первая остановка. Также на этом холме находится геодезийский знак, означающий, что тут проходит роза ветров. Вот он. Мы находимся на горе Митридат над Феодосией. И вот эти с горой Митридат в Керчи. Здесь вот стоит как раз-таки репродукция картины Айвазовского. Вот как раз-таки выглядел вот так вот этот музей. Жалко, что бы здесь не осталось. Было круто, если бы восстановили. И вот такие вот виды открываются на весь город Феодосия. Жалко, конечно, что построили порт вместо золотых пляжей в Феодосийской бухте. Но тогда коммерция была гораздо более важнее. Сейчас можете видеть, какие виды здесь открываются. По-моему, все очень симпатично. Поездка сама интересная. Рассказывает много исторических фактов. То есть очень клево. Вот дом родителей Айвазовского находился вот здесь. И там передам привет Юрию. Цена наша экскурсионная группа сюда приехала. Все делаются фотографии. Ну, действительно красиво с высоты. На фоне залива Феодосийского. Выглядит это очень классно. Отсюда видно, да, как. То есть вот залив пошел туда, уходит в остров. То есть материк. Очень красиво смотрится. Место действительно сильное. И в плане природы, и в плане того, что тут залив. Видите, ни волн, ничего нет. Там прям очень хорошо защищено от всех ветров. Цепь. Тоже, походу, да, реставрация идет? Нет, не реставрация. Она вот как с войны стоит. А где находился дом градоначальника в свое время, здесь вот именно гостил Пушкин, когда был проездом. Дороги тоже с Пушкина еще. Нет, тогда кареты. Как я испортил. Кареты свои, да. Так они остались. А вот видите, тоже два названия. Так как мы сейчас в армянском квартале находимся. Армянское Тимиразискане. Мы с вами зашли на территорию. Это армянский апостольский храм. Называется он Сурб-Саркис, или в переводе с армянского храм Святого Сергия. Был он построен в 2011 году. И по наши дни этот храм является действующим. Он пройдет сейчас с вами сюда направо. Айвазовский в своем завещании указывает просьбу к храму, что хочет быть захоронен на его территории. И последнюю волю его исполняют. А здесь он покоится не один, а уже со своей второй супругой Анной Никитичной. Она же в возрасте 88 лет скончалась в Симферополе, откуда ее сюда тайно перевозят и тайно здесь захоронили. Как прошла война, из-за того, что фашиста много грабили, решили скрыть саркофаг на познание его тела. И после скрытия они действительно обнаружили, что там нетронутое тело Айвазовского, а рядом было тело женщины, и все документы при ней оставлены, указывали на вторую жену. И также установили здесь памятную табличку. А здесь же вы можете увидеть сам вход в храм. Это была предвходная колокольня. И в 1888 году здесь, на территории храма, был пожар. Вот это следы нагара с того времени. По фундаменту можете увидеть, как ранее замокался храм. После обрушения Айвазовский выделяет деньги, чтобы храм привели в порядок, и он неизменно уже действует по наши дни. Сейчас у вас будет самих возможность посетить этот храм. Платочки для девушек есть на входе. У вас здесь 7-10 минуток, пожалуйста. С правой стороны сейчас увидим с вами единственную мечеть, которая уцелела по нашим дни после Великой Отечественной войны. Называется на Муфти Джами. Год же постройки 1630-й. Еще строилась с турками, которые здесь долгое время правили. Также действующая она. Сейчас мы с вами поедем к останкам Кенуэрской цитадели. Итальянцы сюда в Фиадосе прибывают в 1330 году. И на тот момент здесь правили турки. Они у этих турок выкупают небольшой участок земли и начинают постройку своей цитадели. Это же был их отдельно изолированный городок абсолютно от всего другого населения, которое здесь проживало. Через год после окончания постройки этой цитадели они выкупают еще 6 участков земли по всему Крыму, включая Феодосию. Объявляют массовый ввоз камня из Генуи, то есть из Италии. И начинается постройка шести геннадских крепостей по всему Крыму сразу. И здесь же в Феодосии была построена крепость с протяженностью стен 5,5 километров. При этом она целый город замыкала в кольцо. А по периметру всей стены было 36 оборонительных башен. Но по нашей дне уцелело всего 3 башни и 470 метров стены. Осталось так мало, потому что после Великой Отечественной войны очень много домов, в том числе и крепость, была разбита, потому что фашисты использовали ее как укрепрайоны. И после военного времени у людей особо не было денег на восстановление своих домов. Было принято коллективное решение использовать разбитые участки крепости как строительный материал. Поэтому здесь, в старом городе, где мы едем, очень много домов построено как раз таки из камня Генуиской крепости. Всего крепостей, как я сказал, их было 6. Была Керчь, Феодосия, Судак, Евпатория, Алушта и Балаклава. В Судаке она восстановлена до изначального состояния. Сохранилась. Вот есть еще останки в Балаклаве башни. А здесь же в Феодосии была самая главная крепость, потому что здесь находилась эта самая цитадель. И это был как центр управления всеми крепостями по Крыму сразу. Здесь вот сейчас слева мы увидим с вами ту самую цитадель, в которой жили исключительно только итальянцы. И вот здесь была самая главная башня, вот именно вот эта вот крайняя. На ней вот сверху два колышка висели самые первые в мире итальянские механические часы. Они были всего с одной стрелкой, но при этом очень четко показывали время. Снизу башни под окнами есть ниша, куда итальянцы вставляли закладную плиту. На ней они высекали имя консула, который назначался сроком правления с Генуи на один год. Делали специально маленький срок правления, так как консул постоянно был в разъездах между другими крепостями, которыми он управлял. Аксоба не успевал обзавестись связями, и здесь просто не было коррупции в то время. Также здесь вот находится храм, названный в Тесеверской иконой Божьей Матери. Точно даты постройки храма не знают, но самый ранний век, который нашли фундамент, это восьмой. Здесь у нас с вами остановка, у вас здесь будет 15 минуток времени. Крепость подняться сбоку башни, храм сюда. Крепость подняться сбоку башни. Крепость подняться сбоку башни. Крепость подняться сбоку башни. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Здоровья тебе, это он репродукцию это делал, а что-то у него картины покупают, то есть очень красиво смотрит. Вот это шаверма, допустим, классическая курица, стоит 230, это стоит еще 36,250, поддольщиоса же 47,7, сенса 130, 430, любите 150, в рейке сюда, как тоже 130, и вот по типам, допустим, что по чем стоит, ставьте на палку, смотрите сами. Шаровка из кореновка, допустим, мороженое здесь можно за 100 рублей купить, обычное, посмотрю, да, все по 100 рублей. У нас там дешевле, смотрите, кофе-бар грин, слушайте, ни одной шашлычной нету, здесь раньше было шашлычное, там ребята готовили, армяне, было очень вкусно, что-то куда-то она пропала, прям подозрительно, ну, на самом деле, места общепита очень много, ну, людей вы сами видите, да, сколько прогуливается, место очень клевое, то есть атмосферное, это делает все вот эти преобразования, сказать, реставрации, будет вообще очень, вот, смотрите, как парни прет, очень красавец, ценительный кофе, можете поглядеть, ребята, что-то меньше, это синца, тренинг, 100 рублей, и разные варки. Здесь я наконец-то заработал фонтанчик, я могу вам показать его в полном объеме, 12 часам здесь стало людей, даже немножко побольше, то есть, в принципе, короткий сезон, видно, что идет, сейчас еще приехал поезд, и здесь площадь прям вообще оживилась, очень клево смотрится, видите, все-таки народ прибывает, и в Феодосии тоже довольно-таки много людей, это очень хорошо. Здесь также можно сфоткаться вот с таким кораблем, ну, либо вот с надписью Феодосия, наши ребята, Паша тут помогает нам сделать красивые фотографии. Друзья, мы с вами сегодня побывали в Феодосии, это одна из точек Реал Тур, которая устраивает из путешествия в Крым однодневного, и вот я хочу сказать, что я уже второй раз сегодня ездил на электрокарах, парень рассказывал еще интереснее, чем даже в прошлый раз я ездил, там, парень, вот у вас экспрессионная подача, здесь он много всяких интересных фактов преподносил, поэтому мне зашло, погулял по самой Феодосии, летом, конечно, все выглядит поинтереснее, ну, как минимум тепло, в шортах, в майке, в кепке. Павел, как вам? Отлично, на карах просто удобно прям вообще, едешь, да, четенько. Крепости понравилось? Но ножики не устают, да, крепость, там полазить есть где. Жалко, что я в этот раз не полазил по крепости, я летал, надеюсь, что именно сверху вам тоже все понравилось, и храмы, посмотрите, на крепости слетать еще до одной башни. Все, автобус уже готов к отправлению, мы, походу, последний идем, да нет, там стоят еще, люди ждут. Время у нас было до 12, времени хватило, чтобы поесть и погулять, и пофоткаться, и съездить на экскурсию. А те, кто оставались, я думаю, еще не поехали на карах, могли искупаться в море. Это тоже прям очень классно. Ребятки, всем советую, пользуйтесь, приезжайте, это всего лишь только один какой-то момент у нас, потому что еще новый свет, я даже не знаю, как мы это все говорим, новый свет, тропа Голицына, судак, крепость, а я уже эмоций набрал столько, что можно садиться и ехать домой, я доволен. Субтитры создавал DimaTorzok